СТРАНА В ПОИСКАХ СКАНДАЛОВ СТРАНА В ПОИСКАХ СКАНДАЛОВ Бывшие чиновники, рассчитывая, видимо, на то, что результаты их яркого служения уже истерлись из памяти народной. И они правы, многое стерлось, и теперь можно слагать мифы, легенды и рассказывать сказки. Бывший премьер-министр Леонид Лакербая, например, посвятил свое выступление учебнику истории, составителем которого является Станислав Лакоба. Но, периодически отвлекаясь от самого учебника, он делится своими воспоминаниями, в которых он честный и неподкупный супергерой, а Лакоба, соответственно, лжец и проходимец и организатор целых двух государственных переворотов 2004 и 2014 годов. Героизируя себя как нацлидера, Леонид Лакербая выступает чуть ли не в роли защитника Владислава Арцинба, обвиняя Станислава Лакоба в том, что он в 2003 году керосинил вопрос отставки главы государства, которому еще полтора года надо было бы быть президентом. И вот тут, как непосредственно участница этого процесса, я хочу напомнить главе ОПД Айтайра, что тему отставки Арцинба керосинил прежде всего сам Леонид Лакербая, а я, госпожа Чания, повсеместно ему в этом помогала. В нужной газете есть громадное интервью Леонида Ивановича на целый разворот, а это по тем временам даже не керосин, а авиационный бензин. Газета ОПД Айтайра, формальным лидером которой был в тот момент Лакербая, также сохранила свидетельства про любителей горючего топлива 2003 и 2004 годов. Требование отставки Владислава Арцинба постоянно звучало и из уст членов ОПД Амцахара в их обращениях и заявлениях. Об этом в СМИ также есть документальные свидетельства, но все это Леонид Лакербая тогда называл правом на выражение мнения. К слову сказать, будучи премьером, Лакербая как-то совсем не обращал внимания на учебники истории, по которым в частности учились дети в Гальском районе. Напомню, что в гальских школах в этот период изучали историю Абхазии по учебникам, утвержденным Министерством образования Грузии для абхазских школ. Думаю, что все понимают, в каком виде преподносилась в этих учебниках история абхазского этноса и нашего государства. Поэтому учебник только повод. И еще про упреки в адрес Лакоба, который по версии Лакербая очень хотел стать президентом. Напомню лидеру ОПД Айтайра о том, что он сам собирался участвовать в выборах в 1999 года. Не получилось, не получилось. Выборы были по Хичкоку, и Лакербая очень нравилась эта статья Станислава Лакоба, опубликованная в Нужной газете. Так что лидер Айтайра действительно прав. Политикам не мешало бы помнить все, что они наговорили за последние полвека, в течение которых мы их терпим. Слава богу, есть СМИ, которые фиксируют некоторую часть подвигов политиков нового времени, и всегда найдется какая-нибудь госпожа, которая достанет из архива пожелтевший номер газеты. Ну, если, конечно, бывший чекист Бжания Фамусов, который решил сжечь учебники истории Абхазии, вместе с книгами Станислава Лакоба не сожжет архивы всех газет. Такое вот видение будущего у блока ОС, замешанное на горе от ума в классическом его проявлении. Чтоб зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь.